Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Еще, собственно, один полноценный день, ну, если не брать, конечно же, в расчет сегодняшнюю торговую сессию. И мы, собственно, переходим к следующей неделе, которая, как вы знаете, будет невероятно интересной, потому что у нас в следующий четверг уже ЕЦБ с возможными корректированными денежно-кредитной политики. Очень, я надеюсь, использую весь потенциал визуализации, которым, надеюсь, обладаю, для того, чтобы услышать и добиться от Европейского Центрального Банка вот этих прогрессивных и необходимых сейчас действий, которые будут предполагать дополнительную поддержку для экономики. Ну, вы знаете, это может быть снижение процентной ставки, продление сроков программы количественного смягчения, но лучше всего это расширение ассортимента через более агрессивный выкуп и поднятие планки с 60 миллиардов, ну, до 75, хотелось бы, или до 80. В целом, только это может сейчас стать уже несомненным поводом чрезмерной разгрузки евро, потому что если планка по программе QE будет поднята, значит, мы непременно быстро преодолеем поддержку на отметке 1.05 и двинем дальше к нашему долгожданному паритетному значению. Обо всем давайте поговорим, собственно, как и всегда, подробнее и конкретнее. И начнем мы сегодня с динамики бренда. Ориентировались мы с вами на то, что бренд может добраться до сопротивления 37 и попытаться закрепиться выше. Вчера мы видели то, что именно это активу и удалось сделать, потому что КЛОС 37.04, но сейчас, правда, идет откат незначительный 36.94. И я по-прежнему уверен в том, что вслед за отметкой 37 сейчас будет повыше, потому что заседание ОПЕК и России только на повестке, до него еще дело не дошло, но и, собственно, мы еще не получили тех прорегрессивных и, может быть, судьбоносных решений, которые могут быть анонсированы. Только по факту мы будем уже принимать решения касательно дальнейшего стратегического долгосрочного трейдинга. Что касается каткосрочных ориентиров, то об этом мы с вами вчера очень детально и подробно говорили. Вернемся к вчерашней торговой сессии. Вы знаете то, что вслед за утренним отчетом ОПЕК, где мы зафиксировали прирост 9,9 практически миллионов баррелей за прошлую неделю, это, между прочим, чтобы вы понимали, по данным Американского института нефти, исторический максимум увеличения запасов за неделю. Вчерашняя оценка от Минэнерго США. Здесь прирост еще более внушителен. 10,4 немного не дотянули и здесь до исторических максимумов. Полагаю то, что если бы мы руководствовались прежней логикой, эти макроэкономические отчеты стали бы серьезным фактором давления на позиции бренда. И вкупе с тем, что мы традиционно делаем ставку на гиперизбыточность приложений, у нас было бы достаточно оснований, чтобы распродавать бренд и двигаться к уровню ближайшей поддержки на отметке 30 долларов за баррель. Но то, что участники рынка вчера практически полностью проигнорировали динамику по изменению запасов в нефти США, явно указывает на то, что плевать сейчас на статистику, потому что все вертится вокруг одного новостного повода, ожиданий встречи ОПЕК России и потенциальной договоренности по совместной позиции, солидарной позиции полномерного сокращения объема производства. Потому что то соглашение, которое удалось достигнуть ранее, вы знаете, то, что это заморозка объемов производства на январьских максимумах, его явно недостаточно, потому что даже после него мы пришли к абсолютно оправданному и, я думаю, очевидному выводу, учитывая объемы производства, все равно предложение будет превышать спрос больше, чем на 300 миллионов тонн нефти в год. Это очень много. Нужно снижать объемы производства. И поскольку на повестке, опять же, обсуждений и фокусе внимания трейдеров, которые торгуют нефтью, так быстро появилось очередное ожидание вот этой встречи, она запланирована, по сути, подтверждена. Я считаю то, что сейчас есть все основания, чтобы локально на ожиданиях продолжать кататься по нефти с точки зрения длинных позиций. И кто знает, может быть, до самого заседания будут все, скажем, предпосылки, чтобы Brent смог упереться в район следующего сопротивления, которое значится на отметке 40 долларов за баррель. Но потом уже все будет зависеть от фактического решения. Дополнительным драйвером для нефти сейчас могут выступать еще также вчерашние сообщения от Минэнерго США о том, что за прошлую неделю объемы производства нефти в Соединенных Штатах Америки снизились на 25 тысяч баррелей в сутки до 9.07. Согласен, то что это ничтожная цифра, по идее она вряд ли может серьезно сказаться на следующих объемах выработки и, соответственно, запасов, но все равно это первый звоночек, который указывает на то, что сокращение количества буровых все-таки аукивается, соответственно, на объемах производства, и это в целом становится базисом для отчетов по АПИ и, соответственно, от Минэнерго США. Считаю то, что есть вероятность при сокращении тенденции, скажем, о снижении количества нефтяных платформ в США, увидеть более, скажем, серьезные цифры, которые будут указывать на то, что производство нефти снижается, и это, соответственно, будет оказывать локальную поддержку для позиций бренда. Но в целом я считаю то, что долгосрочно пока отказываться от идей распродаж позиций черного золота ни в коем случае не нужно, потому что прежде чем мы это сделаем, мы хотим получить уже четкую оценку того, какие же все-таки перспективы у нас впереди, и эту четкую оценку могут помочь нам дать как раз итоги предстоящего заседания. Продолжаем следить за новостным фоном. Помимо последних комментариев нового министра энергетики России о том, что сейчас большая, скажем, часть стран, которые производят больше 75% всей нефти в мире, поддерживает инициативу солидарных совместных действий по снижению производства. Но признаюсь так, что нечто подобное мы слышали и ранее, даже в начале 2015 года, потом в середине, потом уже в конце 2015 года, в начале 2016 года, когда мы еще не стали констатировать с участниками рынка решение по заморозке объема производства на январских максимумах. Но почему-то дальше слов не пошло и солидарной позиции не было. И даже сейчас, когда речь идет о потенциальном позитиве для нефти, все равно все прекрасно понимают то, что Иран никакую, скажем, эту инициативу, никакое решение по снижению производства и выработки нефти поддерживать не будет. Потому что у них цель остается прежней. Это разогнать объемы производства, поднять планку после снятия финансово-экономических санкций, что уже произошло до 4 миллионов баррелей в сутки. Хотя я считаю то, что истинная цель куда повыше. Вы помните то, что те объемы выработки, наращивание производства, которые мы констатировали в начале, точнее в конце прошлого месяца, позволили нам сделать ставку на то, что Иран может замахнуться даже на 5, а может быть даже и 6 миллионов баррелей в сутки. И если это произойдет, остается только надеяться, что к этому моменту мировая экономика сможет набрать хоть какие-то обороты и темпы экономического прироста. Потому что в конечном счете мы снова вернемся к рассинхронизации спроса и предложений, будем дальше тактически и долгосрочно распродавать бренд. Собственно, по нефти я думаю, что все понятно. Краткосрочно и среднесрочно ждем еще большего роста, долгосрочно не отказываемся от распродаж. Сделаем это только в том случае, если после заседания ОПЕК России будет принято решение о снижении объемов производства. Пока этого решения еще нет. Российская валюта, актуальные котировки 73,29. В целом, видим то, что рубль продолжает, соответственно, отыгрывать и восходящую динамику по нефти. Разумеется, несомненная и очевидная поддержка – самый ключевой и основной фактор влияния на курс национальной валюты. И такая тенденция, она сохранится и дальше. Предлагаю пока, скажем, перспективы рубля несколько опустить, потому что все будет зависеть как раз от динамики нефти. Как только поймем, как действовать по позициям черного золота, по бренду WTI будем, тогда уже снова ссылаться на перспективы рубля. Долгосрочно, чтобы вы понимали, я не отказываюсь еще от идеи того, что рубль не еще исчерпал потенциал своей девальвации. И опять же, в случае негативного сценария, который может быть по причине отсутствия договоренности, мы снова пойдем, соответственно, на юг по паре USDRAP, и это значение выше 80. Но если договоренность будет, вы должны понимать то, что рубль непременно использует это для улучшения собственных позиций, сможет продавить американского конкурента ниже уже поддержки, которая сейчас значится в районе 70 рублей против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американца. В целом, несмотря на то, что к концу дня евро все-таки смогла вчера выбиться незначительный плюс, там символичный прирост, мы все равно понимаем то, что евро находится под серьезным прессом не только со стороны американского конкурента. Вчера можно отметить комментарии ЕЦБ о том, что в арсенале европейских монетарных властей по-прежнему достаточно инструментов, чтобы агрессивно поддерживать экономику. И если дело дойдет до вот этих самых агрессивных стимулов, о которых я говорил в начале этого брифинга, то тогда, да, евро будет еще большим аутсайдером, и ЕЦБ сможет оправдать свои полномочия в рамках своего мандата, о том, что они держат руку на пульсе и реально защищают рынок от всех рисков, которые идут извне. Помимо этого, ЕЦБ сослался на крайне низкие показатели инфляции. Мы об этом, мы и без того знаем. А в случае, если цены на нефть продолжат снижаться, инфляционное давление также будет падать. И если мы будем констатировать спустя какое-то время сохранение подобного тренда, тогда вслед за решением по снижению процентной ставки, кстати, в этот четверг наиболее вероятна, конечно же, все-таки коррекция ставка. Но вот если мы будем наблюдать показатели по индексу потребительских цен в состоянии, опять же, стагнации и даже рецессии, то есть у нас не просто месячные показатели в отрицательной зоне, мы будем видеть, как даже в красной зоне этот отчет продолжает регрессировать. Если это случится, тогда да, ЕЦБ уже, ему не останется ничего другого, кроме как расширять программу количественного смягчения, потому что иным способом и иным инструментом разогнать потребительскую активность действительно нельзя. Напомню то, что в идеале бы услышать цифры в 75-80 миллиардов евро в месяц, которые пойдут на покупки активов. На текущий момент это 60 миллиардов, и судя по последней статистике, программа, может быть, улучшила ситуацию, но не создала, скажем, те самые условия, которые позволили бы экономике еврозоны выбраться из вот этого стагнирующего состояния и нащупать хоть какие-то базисы для дальнейшего экономического восстановления. С каждым днем до заседания ЕЦБ остается 5 торговых сессий. Мы видим то, что давление на евро усиливается. Евро реально находится в понижательном тренде, в нисходящем движении, в коррекционном канале. И ситуация в рельсе изменится в ближайшее время, потому что каждый день у нас новая статистика. Вчера вышли данные по индексу цен производителей. В частности, отчет снова просел. Минус 1% против прошлого. Также снижение минус 0,8%. Получается то, что это компоненты инфляции как раз и создает дополнительный риск того, что потребительская активность и инфляционные ожидания будут снижаться. И вот вам еще один аргумент в пользу того, чтобы ЕЦБ действовал. Против евро выступает еще и сильная американская валюта. А здесь сила доллара уже полностью определяется национальным макроэкономическим фоном. Статистик очень много. Статистика хорошая, особенно в последние две недели. Вчера внимание трейдеров было приковано к данным по EDP. Число новых рабочих мест, внеся из хозяйственного сектора по версии частного агентства. Вы знаете то, что статистика стала круче некуда. 214 тысяч новых рабочих мест против прогноза 190 и прошлого 193. То есть прогресса в обоих направлениях, он также очевиден. Мы настраивались на то, что сектор рынка труда будет прогрессировать. Мы получили подтверждение того, что на самом деле все именно так. Сегодня из важных отчетов европейского происхождения советую обратить внимание на розницу еврозоны, а также индексы сфер услуг, диалог активности в сфере услуг, а также еврозоны и Германии. Но по аналогии с прошлыми релизами, никаких иллюзий в плане позитива питать не стоит. В целом у нас уже сформированный негатив фундаментального характера. И я думаю, что, наверное, без мер дополнительной поддержки нам на хорошую статистику перестроиться не удастся. Поэтому сначала нужно все-таки дождаться этих самых действий со стороны ЕЦБ. И только после того, как мы получим достаточно профита через снижение европейской валюты, мы будем уже, возможно, в перспективе конца 2016 года искать какие-то уровни, которые позволят нам также долгосрочно уже покупать евро. Но до конца 2016 года еще уйма времени, и мы не добрались с вами до нашей заветной цели. Это паритета по паре евро-доллар. Пока, собственно, туда и медь. Но сперва нужно просесть до отметки 1.05. Актуальные котировки по евро 1.08.61. Полагаю, что если и в конце этой недели, то и завтра мы получим еще один позитив уже со стороны Non-Farm Parals, тогда доллар сохранит свое бычье ралли. И рисковые активы будут оставаться в числе аутсайдеров, и евро тоже. И мы сможем приблизиться к уровню 1.05, который является нашей ближайшей целью. Плавно давайте перейдем на USD иену. В целом актуальные котировки сейчас 114.12. Видим то, что рост американца сохраняется. Доллар отстаивает свои лидерские позиции. И весьма неплохо. Даже на сегодняшней азиатской торговой сессии мы видим то, что без какого-то отката пара продолжает расти. Нам нужен уровень 115, нам нужно, чтобы пара продавила это сопротивление и превратила его в поддержку. Нужно, чтобы USD иена рванула выше этого рубежа. Поддержка. Конечно же, ее сейчас очень много. Мы видим улучшение речных настроений и, соответственно, не видим рисков, связанных с тем, что участники рынка поведут свои капиталы в расположение защиты. То есть, иена здесь явно проигрывает. Растут доходности американских трежерис, потому что поддерживает американская статистика. Статистики очень много. Серия сильных отчетов была заложена в основу еще на прошлой неделе, когда мы вслед за заказами товара длительного пользования переключились на статистику по росту личных доходов, личных расходов и показателей ВВП. Это в пятницу. Везде сплошной плюс и возможности для сохранения и реализации дальнейшего будущего потенциала доллара. На этой неделе мы следили за ADP. Я уже, в принципе, по факту этих данных пару слов сказал. ADP, прирост новых рабочих мест очевиден. И тот факт, что хорошая статистика, она сохраняет вот этот позитивный тренд. То есть, мы видим то, что это не отдельная отрасль, которая характеризуется хорошими цифрами. Мы видим практически хорошие цифры везде. Промышленный сектор. Мы, вчерашний индекс разгона по инфляции, также прирост. Рынок недвижимости, прирост. Рынок труда, также очевидный прогресс. Поэтому, полагаю, что даже на мартовском заседании есть вероятность услышать о каких-то дополнительных намеках либо возможности изменения денежно-кредитной политики. И чем больше позитива будет дальше, тем, соответственно, эта вероятность будет только усиливаться. Очень многое будет зависеть от завтрашних Non-Farm Perils. Если они повторят хорошую статистику EDP, вероятность этого очень высока, потому что обычно эти данные редко разнятся. Значит, ФРС действительно может перестроить или переформулировать собственную риторику на прежний жесткий подтекст. Для нас это все-таки продолжение подготовки к еще одному повышению процентной ставки, что будет непременно выступать серьезным фактором поддержки для доллара. Продолжаем копить позиции голосующих членов. У нас есть Мейстер, у нас есть Уильямс, у нас есть Фишер и Дадли, которые готовы проголосовать за повышение процентной ставки, потому что эти монетарные чиновники видят один сплошной позитив. Но, может быть, это не совсем хорошо, потому что если бы все было супер, как и полагают они, наверное, показатели по ОВП могли бы быть еще выше. Но все равно нужно понимать то, что без позитива американская экономика сейчас не остается. И последние отчеты только фокусируют наше внимание на том, что длинные сделки по паре USD и иены по-прежнему выглядят очень привлекательными. Далее идем. Фунт против американца. Британская валюта растет. Вчера, в принципе, бычьи ралли были совершенно очевидны. Вы видели то, что фунт смог, даже умудрился найти силы для того, чтобы продавить сопротивление на отметке 1,40, я думаю, что вряд ли закрепится там, но ушел выше и вполне даже мог добраться до следующего сопротивления 1,41. Но тут уже серьезных не хватило. Актуальные котировки 1,40, 81 полагают то, что дальнейший рост будет очень сильно ограничен. Безусловно, я понимаю то, что до референдума, который состоится 23 июня, еще очень много времени. Но помимо тех рисков, которые связаны с политикой, то есть потенциальным выходом Англии из состава Интеграционного союза, у нас еще есть и национальная статистика, про которую не стоит забывать. Отчеты выходят с регулярной периодичностью, и эти отчеты нужно анализировать. Есть три ключевых компонента для показателей ВВП. Это промышленность, строительный сектор и сфера услуг. Вы знаете то, что для Англии самым определяющим является сфера услуг. Но давайте проанализируем все три компонента. На этой неделе в начале у нас был промышленный сектор. Худшее значение с апреля 2013 года. Вчера у нас была сфера в строительном секторе. Худшее значение с, по-моему, даже 2012 года. Получается, что два компонента, которые должны были выступать катализаторами для экономики, уже больше похожи на якори для нее. Осталось дождаться теперь сферы услуг. И сегодня, как раз в 12.30, у нас будет возможность проанализировать и эту статистику. И если сфера услуг просядет, но тут уже фунту вряд ли удастся сохранить вот этот напор в плане роста, потому что общий фундамент, общая целостная фундаментальная картина, она станет, должна стать причиной локальной разгрузки. Вот тут фунт-доллар, скорее всего, пойдет вниз, если сфера услуг подведет, а я практически в этом не сомневаюсь. И нужно быть готовым к тому, что снижение будет серьезным, можно будет попытаться прокатиться на дальнейших распродажах. Вчера у нас был отложен ордер 1.39, я предлагаю его чуть поднять вверх до отметки 1.39.50. Если снижение пойдет, будем готовы распродавать фунта против доллара. Далее, австралийцы против американца. Здесь космические уровни по австралийцу. Думаю, что забрался он так высоко, в частности 0.73.14 сейчас только на данных по ОВП. Хотя, если зрить в корень, нужно понимать, что на статистике далеко не уедешь. Тем более, что сам председатель резервного банка Австралии, Глен Стивенс, намекнул. Ясно то, что австралийские регуляторы еще рассматривают возможность еще одного снижения процентной ставки. Я думаю, что при сохранении негатива со стороны Китая, в частности, вероятность этого очень высока, потому что сегодня даже вышли данные по состоянию сферы услуг Китая, плохой отчет 51.2, со прошлого 52.4. Да, это еще не ниже планки 50, но все равно тренд негативный сохраняется. Думаю, что Австралии и Новой Зеландии все равно придется ориентироваться на Китай, который по-прежнему вызывает куда больше опасений, чем какого-либо позитива. Поэтому, если австралийцу хочется торговаться сейчас выше уровня 0.73, пусть он колбасится там сколько ему угодно. Самое главное, мы дождемся, когда он, собственно, спустится в район 0.70 и, соответственно, будем уже торговать оттуда. По Новозеландцу против доллара это значение 0.65. USDCAD 1.3405. Я предлагаю оставить канадца сейчас в покое и вернуться к трейдингу по этой паре только после того, как вернемся выше сопротивления 1.40. USDCAD у нас была цель паритетные ожидания. Вчера, собственно, до паритета мы снова добрались и по-прежнему я призываю вас к тому, чтобы не выходить из этой сделки. Потому что вслед за этим паритетным значением, если Non-Farm Pearls, точнее, не подведут, мы очень быстро сможем оказаться выше уровня 1.01. Но все равно это также будет недостаточная цель с точки зрения профита, потому что я ориентирую вас на значение 1.03. Тем более, что эта цель поддерживается еще и Morgan Stanley и, соответственно, BNP Paribank, на который я ссылался несколько брифингов назад. Что касается золота, котировки актуальны 1.239.86, можно сказать, 1.240. Очень интересно было наблюдать за долларом вчера, учитывая то, что за золотом, да, то, что этот актив практически никак не отреагировал на сильную макроэкономическую статистику США. Думаю, что завтра такой тренд бодрости по золоту может быть сломлен. И мы пойдем снова в район 1200 долларов за тройскую унцию, откуда и будем уже торговать на дальнейшей СЛ. Тем более, не забывайте о том, что есть уже и серьезный фундамент, который связан с тем, что в Индии снова подняли акциз на сборы на ювелирные изделия на 1%. Долгосрочно, если отмотать, опять же, назад на 2012 год, когда подобные решения также были инициированы одним из ведущих потребителей золота, мы увидели серьезное давление долгосрочного характера на позиции золотого актива, да и, в принципе, всех драгметаллов тоже. Считаю то, что можно готовиться уже к отложному эффекту в связи с этим решением, а значит и дальше ставить на ослабление золота, но только после того, как этот актив просядет ниже 1200 долларов за тройскую унцию. Собственно, на этом все из важных отчетов. Сегодня, снова повторяюсь, стоит обратить внимание на целый блок европейской статистики в первую половину дня, розница и состояние сферы услуг. В 16.30 заявки на пособие по безработице, здесь я жду хорошую цифру. В 18.00 АСМ в сфере услуга, также полагаю, что по аналогии с промышленным сектором, эта отрасль экономики не подведет и станет дополнительным фактором роста американца, который мы будем отыгрывать и сегодня. И в 18.00 также вслед за публикацией АСМ выйдут еще и обновленные цифры по промышленному производству. И если завтра в ходе утреннего брифинга мы с вами будем констатировать позитив и с этой стороны, тогда я считаю то, что у нас будут все козыри, чтобы активно спекулировать по поводу возможных сюрпризов от ФРС уже по итогам мартовского заседания. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarket. С радостью на все из них отвечу. Спасибо за внимание. Удачной, хорошей и прибыльной торговой сессии. Всего доброго, до свидания и увидимся завтра.